Всем привет! В сегодняшнем видео я поговорю о Hibiki Run. У них наконец стартовала публичная бета-версия. Все желающие могут принять участие и потестировать приложение. Публичная бета-версия стартовала 27 октября и она продлится две недели. То есть все желающие могут еще где-то полторы недельки потестировать приложение. Преимущество данного тестнета в том, что мы можем, во-первых, посмотреть механику игры, что как там все устроено и, во-вторых, мы можем еще поучаствовать в лотереи. В приложении есть лотерея, там можно крутить ров-машину и в данной лотереи будет возможность выиграть NFT. Не все, конечно, выиграет, но некоторым повезет, уже даже повезло, некоторые уже выиграли какие-то редкие NFT от партнеров проекта, которые еще там не листились, у вас уже данные NFT будет. То есть вам многие проекты, многие знают, когда там стартует какая-то коллекция, нужно выбивать всякие white-листы, но тут вам ничего не нужно выбивать, у вас будет шанс получить приложение NFT. В принципе, вот такие преимущества, что вы можете получить NFT и вообще посмотреть механику приложения. Возможно, еще какой-то там бонус будет, пока неизвестно. Ну, вообще говорили, что вроде как еще амулетик нам должен остаться, ама-амури, но посмотрим, что будет, пока об этом не говорилось. Также в теперь публичной бета-версии есть два режима приложения. До этого был только один режим воркаут, где мы гуляли и зарабатывали за этой точной. Но сейчас сделали второй режим, где вы можете просто слушать музыку определенное время и в конце, когда вы завершите, там, так сказать, назовем это квест, там, по-моему, нужно 60 минут послушать и вам в конце, когда вы прослушаете определенное время, вам выпадет амулет. Что, точнее, частичка амулета. Чтобы собрать весь амулет, нам нужно 5 частичек. В данном видео я покажу, как вообще собирается амулет. Я собрала 5 частичек. И еще в данном видео я заменчу, вообще сделаю свой первый минт наушников. Тоже посмотрим, что мне выпадет. Теперь перейдем к приложению. Вообще покажу тоже. Многие, наверное, не знакомы со всей механикой, поэтому я вам немножко покажу и расскажу по наушнику. Вот здесь у меня есть разные наушники. Кстати, у меня появились вот такие Голд. Ну, конечно, они мне прям внешне не прям супер нравятся. Голд, мне кажется, поприкольнее, но у Голд то играет разные режимы музыки. Это прикольно. То есть, например, у определенных наушников есть свой режим музыки. Там есть вот джаз, например, поп, здесь есть рнб, рок, а здесь прям все режимы музыки. Это прикольно. Вот так, смотрите. Если мы перейдем к наушнике, у нас есть в наушниках 4 параметра. Это качество. Качество влияет на HUD-генерацию. Это чувствительность определяет уровень удачи. Комфорт влияет на hbk-генерацию. И выносливость влияет на скорость разрядки батареи. Для начала вам рекомендую, если у вас одни наушники, то рекомендую качать качество и выносливость. Это первый, четвертый параметр. Где-то там 70 на 30 или 60 на 40. То есть, первый, выше качайте. Первый параметр будет отвечать то, что вы прогуливаетесь. Чем выше у вас этот параметр, тем больше вы будете получать за прогулку. Но максимальное, что мы можем получить за прогулку, это 135 монет. То есть, больше мы не можем получить. Это если мы прям максимально прокачаем наушники, да, то вот у меня 15 левел наушников. А вы за прогулку я могу в сутки получить 135 монет. Смотрите, в первых наушниках вы, получается, качаете первый и четвертый параметр. А во вторых наушниках уже вам рекомендую, если у вас будут... Желательно, конечно, в игре иметь двое наушников, а во-вторых, качать комфорт. Комфорт отвечает за количество попыток, которые вы можете сделать в раф-машине. Вот есть в приложении такая лотерея, где вы можете тут... Где вы можете как раз-таки выиграть... Можете выиграть токены, можете выиграть частички амулета, можно выиграть наушники, а также и нефтишки. Вот у меня 11 попыток, потому что одни из наушников, сейчас покажу. Вот, я прокачала здесь комфорт. Это мои вторые наушники. В главных наушниках у меня тут больше прокачан первый параметр, чтобы зарабатывать больше топенов. Вот, смотрите, у меня получается 11 попыток в раф-машине. Изначально у вас будет 5 попыток. Потом добавляется 60 комфорта, у вас будет 6 попыток, 70 комфорт. Если вы прокачаете, у вас 7 попыток, ну и так по 10 добавляется. То есть, если у вас комфорт 100, то у вас будет 10 попыток. У меня комфорт 112, у меня 11 попыток. И сейчас посмотрим, что мне выпадет. Я уже 5 попыток использовала. Сейчас еще 6. Смотрите, каждая попытка, это 10 токенов. Можете сразу 6 запускать, можете парню запускать. Ну, если продает в левый угол, то там токены. Если правый, то что-то интересное. И, походу, мне ничего интересного никому не выпадет. Только токены. Это грустно. Ну, сейчас посмотрим. Так, вся 4 токена, HAT и 2 HBK. Ну, ладно. Грустновато. Думала, может, что-то интересненькое, но пока нет. Так, смотрите, вот у нас, получается, 2 режима есть. Тут листинг и воркаут. Воркаут это, где мы ходим, слушаем музыку и зарабатываем. А тут листинг, где мы просто слушаем музыку. Так, смотрите, после прогулки обязательно нужно чинить наушники. Точнее, у них называется это перезарядка батареи. То есть, когда вы гуляете, типа, ваши наушники разряжаются. Их обычно нужно зарядить. Обязательно после прогулки заряжайте наушники. Потому что было такое, что люди там зарабатывали токены и сразу шли и тратили их в рак-машину. И наушники не перезаряжали. И потом у них просто зарядка уходила на ноль. И они не могли зарабатывать токены. То есть, они и заработать не могли. И получается, все, заработок становится невозможным. То есть, даже нельзя дальше продолжать тестировать превышение. Поэтому, каждый раз, вот у меня одни разряженные есть, заходите в наушники. После каждой прогулки заходите по центру зарядки. И вот этот ползунок на максимум ставите и заряжаете. Ну, то есть, вы там можете немного сработать монет. Ну, насколько можно. Сначала заряжайте, зарабатывайте, прокачивайте. Потом уже играйте в раф-машину. Вот. Вроде так по наушникам рассказала. Сейчас здесь у нас вот мутерн, это наушники. Дальше project. Это мы в альфа-тесте в начале. Мы тестировали приложение. И я получила вот такого хомячка. Ну, многие, кто тестировал, его получили. Вот. Также у нас здесь есть каша-помни, если мы купим его. И амамури. Амамури, вот видите, у меня не собранный. Пока. Но есть вот частички. Если во вторую вкладку зайти, у нас здесь показывают частички нашего амамури. Я уже собрала. Ну, цвета разные. Вам нужно собрать 5 одинаковых цветов и разных частичек. Точнее, 5 одинаковых, 5 разных частичек одного цвета. Вот. Дальше мы переходим вот где есть фильтры. Рядом такой значочек. Мы переходим сюда. И можем собрать амулет. Сейчас мы соберем. Так. Так. Вот все 5 частичек собрала. Сейчас мы запускаем. Все, мой амулетик готов. Теперь мы можем, получается, его прикрепить к нашим наушникам. Амулет они считают, типа, как это душа. Ну, так они называют амулетик этот. Амулет повышает редкость наушников. Вот. Сейчас мы прикрепим к моим самым главным наушникам. Сейчас. Вот мои главные наушники. И я их прикреплю в свой амулетик к ним. Также можно амулетики продавать на рынке. Можно частички покупать. Вот. Если мы перейдем на маркет, да. И выберем Ама-Амари. Вот здесь прямо амулеты продают. А если перейти на другую вкладочку, здесь частички продают. Поэтому, если вам не хватает каких-то частичек, вы можете перейти на маркет и купить. Кстати, кран Матика есть у меня в канале. Можете перейти и взять кран Матика. Там новый кран я запостила, где дается 0,2 Матика в минуту. То есть, вы можете запросить тестовые токены, насобирать себе и покупать здесь. Также можно купить наушники на маркете. Пока что максимальный уровень у наушников это 15. Не знаю, будут увеличивать или нет. А, также смотрите. У нас получается есть вот две такие полоски, да. Что у нас есть стамина и есть вот это хат. Хат это сколько мы можем максимально заработать сутки токена. Вот у меня 135. У меня максимально прокачено. В основном, наверное, изначально будет меньше. Ну, не наверное, а по-любому. И стамина. Стамина это типа энергия, за которую мы получаем токен. Токен, если стамина по нулям, то мы за прогулку уже не получаем токенов. Кстати, токены хат, когда заполняются, вы уже, вот эта полоска, вы уже не сможете зарабатывать. Эта полоска обновляется ежедневно в 6 часов. Также само попытки в RAV машине обновляются ежедневно в 6 часов. То есть после, ну, точнее, 18.00 по Москве. То есть после 18.00 у вас обновляются попытки. Также сейчас делаю минт наушников. Это будет мой первый минт. Я еще не минтила наушники. Сейчас попробуем. Посмотрим, что мне выпадет. Это будет стоить мне 400 хат. И так почему-то я не могу. Почему? А, вот ошибка какая-то была. Вот мои новые наушнички. Постатом так прикольненько. Кстати, может разыграть эти наушнички. Но, смотрите, я могу только, получается, перепродать их. Там можно через, по-моему, пока что нефтишки отправлять нельзя. Но через марки, там, с копейки можно продать. Давайте я разыграю. Ну, блин, даже не знаю, что мне. Какой я розыгрыш придумать. Давайте по комментариям. Кто напишет там комментарий. Я из комментариев, которые мне больше всего понравятся, выберу. И вам пришлю наушники. Вот. Чтобы у вас уже были новенькие наушники. Ну, тут статы, кстати, очень хорошие. Блин, прикольненько. Теперь у меня есть амулетик. Ну, кстати, амулетик живет всего лишь 7 дней. Потом он исчезает. Он такой, у него, то есть, не вечно он будет с нами. Поэтому нужно будет новые-новые амулетики собирать. Ну, вроде все рассказала вам. Надеюсь, вам было понятно и полезно. Ставьте лайк данному видео. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. Подписывайтесь на мой Telegram канал. Результаты по комментариям я буду постить в Telegram канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть результаты. И я там с вами уже свяжусь. Давайте комментарии выберу я в среду. В среду выберу и запощу в Telegram канал. Обязательно будьте там. Всем желаю удачи. Всем пока.